Добрый день, Сергей. Добрый день. Иван Тищ, включите камеру, а то не видно. Не, оно нельзя, оно гасит, не идет. Ладно, так тогда. Ну, нету просто. Лена вот стоит хозяйка, она не может что-то сделать, говорит. Нету камеру. Ну, ладно, хотя бы так. Значит, так. Наиглавнейшее, то, что мы доехали до дому, сейчас только из храма вышли, но она дала знать, что был онлайн. Это самое главное. Машину сохранили, мы ее привезли. Теперь Третьякова все скачали. Вы там увидите все, где мы были, что говорили. Но из них один из главных роликов будет, который, когда мы приехали, я его специально составил для вас. Что делать с книгами, которые остались в Калужской области. Потом дадим, да точно адрес-то вы знаете, давали вам, Владимир Кук. Значит, что нужно? Там сказано. Объявление дать. Которые объявления были о поездке у нас, тогда вы объявляли, убрать. То есть оно исполнилось. Поблагодарить, кто участвовал, как-то поприличнее закрыть этот вопрос. Теперь вопрос такой. Найти волонтеров, добровольцев, которые бы были по ту сторону Москвы. Отсюда до нашей ставки 3600 километров. И учитывая, что дороги очень много, ремонт у мостов, огромные-огромные пробки стоять, то нам уже там не бывать. Значит, нужно найти тех, где... А там, в России-то все уже давно готово, и то маленько что-то строят. Кто бы согласились, хотя бы группы три составили. По два-три человека. Лучше три. Три группы на три человека. Ну, как мы делали. Тогда им я показал, как там раскладываются книги, как приезжают библиотеки в центральный город, допустим, Санкт-Петербург. А в Санкт-Петербурге это историческая там библиотека, ну, как правило, центральная, парламентская, это минимум три. И их надо спрашивать, какие вам еще подотчетные или под вами библиотеки. Что они могут принять? Какой именно документ я пошлю? Документ очень простой. Перечисляются книги немножко. А о чем они должны знать, я скажу, как-то запишу и сброшу здесь. Вот, чтобы нашлись эти люди, которые бы приезжали, знакомились, оставляли книги, может, что-то сказали им. Конечно, так, как мы сделать, вряд ли получится. Потому что на слово «автор» реагирует по-другому. Как в Афинах, в Греции. Все, созвонились, нет никаких. Когда приехали, сказали, автор здесь, они не только приняли, а сейчас, говорят, и высадили особую благодарность. Там на Барнаул идет. Это везде так. Но все равно люди относятся хорошо. Тем более, мы оставили пригласительную библиотеку. Сказали, там рядом с нашими книгами лежат, распечатать надо. Их там тысячи. И наши визитки, которые вы составляли. Везде это оставлять. И журналы. Журналы «Русский дом», где про нас эта статья. Вот это нужно составить. И у меня мысль такая, что лучше вас никто этого не сделает. Поэтому нужно вам сейчас выловить этот ролик. По нашему приезду, где, ну, скачивать как будет. Там пусть вам Женя поможет. И приступить к делу. Приступить нужно сразу. Но это еще не все. На следующий год у меня остаются еще книги. Конечно, уже сейчас 36, а не 38. Две полностью кончились. Для себя только оставил. Там для батюшек несколько экземпляров. И тогда будет, может быть, всего 30 книг. Но 30, это не две. И чтобы кто-то выбрал, где место ставки. Ну, допустим, сейчас работают нужно по Мурманской области, Новгородской, Ленинградской, Санкт-Петербург, где. И до Воронежа. И в Воронежской области мы не работали. По ней тоже надо работать. Сначала центральную. И вот это просто принять. Я понял это от Бога. Мы все делаем сами, и нам стали поступать упреки. Вы все делаете сами. Почему других не привлекаете? Вы уходите, и все дело остановилось. То есть нужны добровольцы, которые все это дело приняли бы. А дальше, ну, дальше видно будет. Уже разговор идет о переиздании книг и прочее. Про это я не говорю. Это уже не моя отрасль. Я на нуле. Ну, на нуле, но совет давать могу. Инат Ильич, вот у меня такое есть предложение тоже. В общем, сейчас доступны, в общем, почты или службы доставки. Я думаю, смысл искать людей, если можно просто находить людей в областях, в районах, в городах и отправлять им почты, книги. Нет, этот вариант отпадает полностью. В первую очередь, не везде принимают, потому что против меня огромная травля идет, и в интернете, и везде. Здесь личное присутствие. У нас было так, приехали, они даже не разговаривают. Не разговаривают, все, уезжайте. Вы знаете, вы недослушали, неправильно поняли. Я имею в виду находить в городе человека, которому пересылать эти книги, и человек будет идти уже в библиотеку и отдавать эти книги. Это очень, во-первых, стоимость почти в два раза увеличивается к них, это не один килограмм, а 28 килограмм весу. Не пойдет, потому что это надо туда каждый раз заходить, брать, отправлять, договариваться, сколько людей, а здесь всего только три группы, шесть человек. Я много думал, будет не так, а получилось так, как Богу угодно. И вот это то, что мы именно в самый последний момент, уже по коробкам книги упакованы, только отправиться. Шофер лежит под машиной, вылазит и говорит, так и так, поездка не состоится. Ищите дублера или кого-то, я не поеду. Все, я понял, это ответ от Бога. Дальше мы доедем до Нижнего Новгорода, там нас примут, где машина была издана, главный конструктор, главный инженер, там такой прием, это все заснято. И там они бесплатно отремонтируют, кормят. А дорога еще одна неполадка, отказался вентилятор работать, и поэтому там на разных приспособлениях, охлаждения нет, кипит. На одной остановке там литра три только какой-то сидол или что-то там выплеснулось. Самое правильное, мы в день, все время шли, мы посещали по пять мест, по пять. Там осталось примерно 110 комплектов под 36 книг, 110. Это невозможно по-другому. Мы это все, наша машина одна, мы закончили бы через полтора месяца. Поэтому это я раскладываю на троих. Вот когда Амбросий умер, епископ, то его работу делали шесть епископов. Вот, поэтому нужно поискать. Мы даже не начинали. Мы говорим, никого не будет нигде. Откуда мы знаем? Начнем, конечно, обязательно. Нужно просто грамотно ролик составить, и, конечно, мы разные варианты будем рассматривать. Да, он составлен уже, он отправлен. Теперь от Третьякова брякнуть, чтобы этот ролик он выловил и первым вам представил его. Он уже составлен по нашему приезду в Варнаул. Я взял пачки, показал, как распечатывать, как раскладывать. Ну, а дальше только за баранку, в главный город. А потом должна быть карта, составить карту с указанием районных центров, по районным центрам. Каждому, кто работает, полный комплект дарю. Там у меня все сказано. Ролик уже составленный, скачанный у Третьякова. Это единственный выход, другого просто нет. Это я уже знаю, это невозможно, это 110, 110. И кому отсылать? Ему даже отослал, а от него не приняли, ну и все. Так мы будем предварительно договариваться, будем сначала обговаривать все, а потом уже будем посылать. И будет это все сниматься на видео. Я понял. Это от того, что вы ничего не делали. Я говорю, как человек, который не один год именно распространяет. Даже так было. Мы приехали, суббота закрыта. А у нас там свой священник, отец верующий, очень. Город Тула. Ян Суворов. Я у него книги разложил, говорю, ты из библиотеки, да и все знакомы. Он там в почете такой храм построил новый, колокольню. Ну, то есть в почете у архиерея. Мы оставляем ему книги. А я в понедельник-то говорю, мы-то уезжаем. Мы не можем сутки ждать. Хорошо. Но! Самое главное но. Директор библиотеки оказалась прихожанкой. То есть это опустошенный, безвольный человек продажи. Все самые отрицательные качества. Это попы ей уже навесили. Она ничего не понимает, не слышит. Но у нее слово благословение превалирует над всем. Благословение. И она теперь, когда он принес книги, ну, дайте несколько книг, я посмотрю, с батюшкой посоветую. С каким батюшкой? Одну книгу нашу считать 750 страниц. Когда он прочитает? А их 38 книг. Он картинки даже не просмотрит. Тем более попы, они все время заняты, заняты, они бегут. Куда бегут? Сейчас все машины идут так. Одни воруют, другие за ними гоняются, милиция. Весь транспорт зачем занят? А то попы. Они где будут-то? Ну, а она уже парализованная. И она теперь берет эти книги к батюшке. Но он еще паралистал, он еще не знает. Но он какое-то отношение имеет к сензорскому отделу. Что за отдел сензорский? Он туда эти книги тащит. Отец Иоанн, суворов, ждет. Неделю приходит. А я книги отдал. Как отдала? Да я же вам дал посмотреть. Вы же еще дальше-то не говорили. Ну, батюшка сказал без благословения, какое-то сотрудничество с библиотекой. А это все противозаконно. Согласно Конституции, ни одна библиотека, ни подотчет на ДНУ Попу. Они везде нос суют. Он будет обрублен с головой вместе. Это полное безумие. Им ни Путин, никто не давал власти. Но они влезли. Они в армию везде влазят. Это смерть. Патриархия будет изничтожена до пепла. За все то, что она сейчас сделает. Дальше что? Он ждет неделю, вторую нет. Он обращается в сензорский отдел. У вас книги такие были? Да, были. Они даже не знают, там Лапотников какой-то. Наконец они его вызывают. Так, книги эти нельзя распространять. Они плохие. Они там говорят, ну давайте прочитайте, где плохие, где. Да зачем тебе это? Ну мы сказали это. Да так нельзя, я же протоиурей. 30 лет в сане. И со мной разговаривает, как с мальчишкой. Так тебе сказали. Если будешь помогать Лапкину в этом деле, ты знаешь, что ни храма, ни тебя не будет. То есть они прямо вопрос миссикиру занесли над ним. А это безжалостная организация. Она испепеляет все. Он говорит, вы мне хотя бы одно место покажите в книгах-то. А то я считаю, другим даю. Дайте слово, что не будете помогать. Завтра служить уже не будете. Или вы даете слово, или уходите. Понимаете? Это ни один коммунист мне этого не говорил. Это все вместе взятое. Малая талика против того зла, который патриархия делала и делает. Он говорит, они добиваются от него отказа. Но он в душе-то хороший. Он понимает, мы едем на Дальний Восток, он говорит, так и так все рассказывает. Но я-то ничего не сказал. А Сергей-то, Пупков-то, он ему вляпал. Ты предатель? Ты отступник? Кого ты предаешь? Столько лет с моим. А они друзья с моим батюшкой. Когда его ставили, моего брата отца Акима, священники, он свящу перед ним носил еще там был, пономарем. Хотя с Аким каждый год к ним туда ездит-то. Он понимает, что... Но я-то не давал обещаниям, что я вас принимать не буду. Я как странник в любой момент вас приму. Я уже не стал его трогать никак. Но они пошли в бешенство. Они тут у нас по области, тут работает Лапкин активно, там то другое. А я там даже нигде не работал, не был. И они на следующий год публикуют. Необыкновенная активность Лапкина. То есть они бешеные. Я даже там ноги не ложил у них. Ни одна библиотека не имеет книги. Заблокировали все попы. Они миллионы людей лишили хлеба. Повторяю, это самая безжалостная свора лютых волков. 20 глава Деяния апостолов. И по сегодняшний день. И он не мог, как говорится, пристроить даже один экземпляр, когда она знакома ему. Вы говорите, там посылать или кто-то. Это попы. И мы проезжаем мимо храма в кресте, мы все говорим, Господи, спаси нас от лютых волков, не щадящих стадо. Которые говорят превратно, чтобы увлечь учеников за собой. Прямо цитирую 20 главу Деяния апостолов. Поэтому на всем опыте, я говорю, нужно составленный ролик. Вот как вы сделали объявление относительно помощи, так и здесь. Есть люди, патриоты, которые желают помочь. Которые в своих областях, они делают загрузку. Я показал как. Сразу 25 экземпляров на одну неделю. Но они-то так не могут трудиться. Пусть они возьмут не 20, а 12. Два раза меньше. Но их-то будет уже три команды, не одна. И по областям, где они там живут, составят карты. Я дал полную, абсолютную программу. И только это. А нет списка, вот областей, список какой-нибудь? Есть такой областей. Это список я прямо называю. Начиная от Мурманска и кончая Воронежем. Дальше не надо. Я там за Москвой, с этой стороны, к Украине. Могу сказать, Украину не трогать. Мы всю исполосовали с Крымом в прошлом году. Ну, здесь мы закончили Ставрополье, Ростовская область. Это вот Краснодарский край. Эти мы по району прошли. Воронеж не тронуты. Не считай, если только Центральная библиотека с издали. Все на этом. Там проверить, приехать, есть и такие книги. Нет. Начинается всегда с Центральной. А потом, когда документ есть, мы просто ссылаемся на них. Другие сами просят, другие распространить где-то. И было такое, что сам, кто директор-то, он не директор, а они какую-то фигуру поставили в администрации, которая дает добро на принятие книг. Вот мы были, самая такая, Германия и Франция. У них так, книги религиозного содержания и указания правительства нигде не принимать. Никакие. Не принимать. Поэтому я изыскиваю другие способы. Как? Я должен рассказать, о чем книги. Я не понимаю, это религиозная. Это значит, я Евангелие цитирую. Но это не так. Я говорю, вот 26-я книга. Посмотрите. 300 поэтов России, что-то религиозное все, 300 поэтов, там и высотки, даже такие, которые совсем еще не признаны, за 300 лет что сказали по определенной тематике, по вопросам, которые мне задавали студенты в университетах по радио. И на каждый вопрос я отвечаю шестью поэтами, шесть стихотворений, и у каждого стихотворения впереди стоит эпигроп и Слово Божие. Это книга единственная, о которой мы предупреждаем, что ее на руки не давать. Она не возвращается. Ее прилавка в один день сметают. То, кто связан с журналистикой и писательской. Это что, религиозная? Они тогда по-другому смотрят. Я говорю, 20-й том. Мои личные беседы на дому с Александром Менем. Знаете? А разве такие были? Были. Были у меня. Мы поднимали вопросы государственные, религиозные, еврейский вопрос, мусульманский. Эта тема очень интересная. И все записано. Аудио было, а потом перенесено на бумагу. И в 20-й том, я прямо показываю, разбор ответов. Вы сами-то уже знакомы сколько. Коротко дать содержание. О чем книге? Вот такая книга об этом. 15-й том. Это 74 человека, как написали дома они, как они уверовали в Бога, как пришли в общину. Ни одна патриаршая церковь, ни одна община составить такую книгу не может. У них этого не было. Они просто ходили, привыкали ходить, воцерковлять одно из самых поганых слов. Мы кратко даем содержание. Какие области? А по порядку смотри дальше. Рядом Смоленское, там Витебское. В Калужское остались. Там нигде не тронуто чистое поле. И вот мы-то собрались, уже сложили. Я показал, кладется в две коробки. На одной один номер написан. Это все, что не открытым оком. Трехтомник Нового Завета. Симфония. На них канонические книги. И для слова Божия нет уст. Это получается 5 книг и 12 в мягком переплете. Открытым оком. А другая это в другую коробку номер 2. С 12 по 30. Все. Никак не перепутаешь. Одинаково, синхронно должно работать. Но коробки кончились. Мы нашли большую и в одну все сложили. Но три завязки там сделали. Три веревочки заносить. Мы сначала заходим, представляемся. Мы с собой одну книгу берем другую. Показали. Готовы принять. Тогда мы выносим. Тогда несем. У нас такая ситуация была в Стамбуле, в Греции. Там и директор, и все вывалили. Но это другая тема. Здесь только так. Вы все варианты эти даже не рассматриваете. Они нереальны. И ничем кончатся. Значит, объявить клич. И когда никого не будет в течение года, никто не найдется все время под разными видами подавать это, тогда сказать не сработало. Тогда то, что вы говорите, будем рассматривать. Сейчас даже рассматривать не надо. Это 110 комплектов. Примерно. Ну, 108 там. Мы все оставили. И журналы русские, домы, визитки. Но только что были люди. Загружались. Заранее пустые коробки нашли. Размер коробок там у нас оставлены. То есть они лежат, коробки эти. И коробки везде разгружать и брать. Нигде не оставлять. Не оставлять коробки. Не оставлять. Вот. Вот какая тема. Это для меня сейчас наиважнейшая. Наша миссия за рубежом была полностью выполнена. Здесь из-за машины мы никак. Нельзя было дальше. Невозможно. А сколько же, сколько удалось комплектов развести за границей? Ну, сколько мы брали? Допустим, 25. И 50 комплектов неполных, которые я раздарил. Ну, ты считай, допустим, 75. Я данные все выдаю, которые у нас есть. У нас там были-то. Ну, вам это необходимо будет. Вы потом прослушайте еще. Вот сейчас я засчитаю немножко хотя бы. По России бензин нам обошелся. 52 580 рублей. Может, какую-то квитанцию потеряли. Ну, 52 тысячи. Всего истратились мы на поездку. 341 630 рублей. На себя истратили 120 рублей. Ментая 2 килограмма купили в России. На себя мы ничего не тратили. У нас сухари. Пили воду, не кипяченую по всей Европе до Лиссабона. И никто не заболел. Просфора и святая вода. Каждый день. Дальше. Проехали мы. Мы ехали ровно 40 дней. На 40-й день мы уже приехали. Из них из 40 дней ровно 3 недели 21 день были в Шенгене. Шенгенская зона. Вот. Всего мы проехали 24 тысячи 825 километров. То есть, если взять по средним, то 621 километр в день. Но надо учитывать, что мы 3 дня полностью сидели у английского посольства в Москве. И в Германии там задержали, где наши свои были, еще 3-4 дня отбрасывать. Ну, тогда цифра резко возрастает. То есть, на день мы тратили, то есть, это бензин, всякие налоги на дорогу, 8541 рубль. Каждый день нам обошелся в 8541 рубль. Мы проехали по Азербайджану 773 километра. По Грузии 487. По Турции 1608. И всего в Закавказе мы прошли 2868. Так, как будто бы. Вот. И на бензин мы там истратили по Закавказе, вот эти 3 страны, 28700 рублей. У нас полетела в Швеции шестерня привода распределительного вала. Это внутри. И в эту сумму вы же и ремонт вкладываете, да? Да, это не вкладываю. Везде ремонт делали бесплатно. Это Булкин Сергей взял. А здесь взял завод Нижненовград, который изготовил эту машину. Я отдельно скажу. В Шенген. Мы... В Шенгене даже это... На налоги мы заплатили всего. Вот там на дорогах перекрывают. Вот мы пересекли границу Греции. И пока до Афин дошли, 14 остановок было. По 24 кабинки стоит, в которой машина заходит и высчитывает. А она высвечивает. Мотоцикл столько-то, там в два раза больше машина, а мы по грузовой идем. Поэтому 27 тысяч 500 сгладили только за налоги по дорогу. Мы на пароме два раза были. По 14 тысяч часов. Переплывали море. Там проливы. Паром обошелся в 34 тысячи. Паром. Так, эвакуатор. Вы же вкладываете эвакуатор, паром, сюда в сумму входят же? Нет. Нет, не входят. Паром это только отдельно. Эвакуатор это отдельно. А вот так... По суше вез. По суше. Мы во Франции уже первые спотыкаться начали. Когда нас на эвакуатор погрузили, мы шли на Бельгию. Нидерланды. Мы сразу резко изменили маршрут на Германию. Там, где родственники, где можем что-то подремонтировать. Мы три раза меняли маршрут. Мы не догматики. Мы реально смотрели, как в деяниях написано, во время бури своими руками побросали пшеницу за борт. И получается, на паром, на корабле, когда загрузишь, берут билеты. Тут мы брали 34 тысячи. Эвакуатор, который погружает на свою машину и везет. Таких эвакуаторов было у нас три. Раз, два, три, четыре. Четыре во Франции. Больше 100 тысяч заплатили. Когда идем мы по земле своим ходом, то на один километр тратится 3,7 рубля. А на эвакуаторе 400, то есть больше, чем в 100 раз дороже. Поэтому в Стокгольм мы никак не могли пойти от того пункта, куда нас притащил первый эвакуатор. Там Янг какой-то. Ну и Карлсхам посоветовали переменить маршрут. И оттуда в Клайпеду, Литва. А там можно уже, Калининград, так мы и сделали. Вот какие у нас данные. Сейчас вопрос один. Значит, когда будем давать рекламу такую, как людям предлагать, то есть оплачиваться будет путешествие или они за свои средства должны? Каждый берет на себя. Никто не оплачивает ничего. Пусть это поищут, а дальше будет видно. Мы ничего не можем дать. Мы вернулись и с нас сгладили за дорогу вот эти вот эвакуаторы. Так еще Булкин полностью взял на себя эвакуатор 200 километров. Это вообще цифра такая. Человека Валентина представил, который нас на сервисе за руку водил буквально. И в течение одних суток они выправили, сняли мотор. Считаю, неплохо сделал там серьги один делал. Но только выехали оттуда-то. И у нас сразу вот это возникло распред скоростей. И тогда мы... Что делать-то? Мы опять изменили маршрут. И пошли в Москву. И тогда Нижний Новгород. На Нижний Новгород с нами обошелся просто чудо Божье. Там 14 этажей только обслуживающий персонал. Там вообще большой завод. И только позвонили. Не звонку отдать. Не знаем где. Как-то все это вышли. И мы вышли. И когда из здания встали в сторонку и стали молиться. Подняли руки. Глаза-то открыл. Смотрю, стоит группа людей. Я говорю, не к нам ли? Это так и есть. Главный конструктор. Соединили с главным инженером, главным менеджером и кого-то и конетов. И, конечно, я там сразу сделал подарки. Но в Нижнем Новгороде наши книги уже с 12-го года в библиотеке. И они дали сигнал, куда нам проехать. В сервисе нас уже ждали. Поставили. И подошли, поинтересовались. Будем, нет, есть столовые. Мы отказались. И они тогда в коробке нам принесли то, что мы сказали. Говорю, у нас пост. Там квасу, хлеба, помидоры. То есть всю нашу еду. И там нарезанная капуста. Вот такое дело было. И при том, мне понравилось, перед тем, как ремонтировать, их представитель садится в машину, выезжают они на трассу и едут. Он прислушивается к мотору. И когда сделали, тот же человек опять садится, Алексей, и опять по трассе. И прослушали. Но про эту сказали мы. Ну, нужно диагностику делать. Но мне не сказали, что это можно сделать в течение часа. Дело в том, что уже было 5 часов, рабочие ушли. Я говорю, кто делал, кто он-то делает, не будет диагностику. Это значит, мы должны кантоваться неизвестно где, сутки. Ни палатку не поставить, ничего нельзя. Где? Там жара такая стояла. Собака внутри парится, язык на плече. Я сказал нет. Она не вызывала такой необходимости. Но когда выехали, он перестал работать. И она сразу закипела, все выплескивает. Николай додумался какие-то там копейки вставлять по 10 копеек. Она прижимает. И так и доехали. Я говорю, живет-то по-малому, по-русски. По 10 копеек. Ну и вот, по милости Божьей, Николай Крущин, который второй шофер-то, он последние дни вообще не ел. Из-за руля не можем вытащить. Каба не он, мы бы еще в пути были. За два дня где-то прошли, наверное, 2600 километров. Представьте, в жаре, это учитывая, что какие заторы. И он всю ночь напролет гонит они. Я сижу как-то разговорами, вижу уже. Ну, клюнет носом, значит, все клюнемся в кювете будем. Это невероятно просто. Ну, невероятно. Вот Бог так все сделал. Невероятно. Это невозможно. Вот. Это Господь взял. И это Господь повернул нас через Николая. Я понял, Господь сказал через его слово. Он этого даже не понял. Я после ему объяснил. Какой Мурманск, когда машина неисправна. Мы уходим только из дому. Нам нужно спасти машину. И мы доехали. Я поставил непременные условия. Больше 80 километров, чтобы не было. У меня знакомый племянник. Он крестник мой. Бывший главный агроном. Вчера мы у него были. Сископ. С ним у меня без теда есть в интернете. Он очень умный человек. Упал, сейчас руку сломал. Пенсионер. У него штифты разные, железные. На ногах вставленные. На двух ногах. Вот. И он сказал, ваша машина не предназначена для дальних перевозок. Только где-то в окрестностях по краю и не больше 80 километров. А ну, у меня-то лихие ребята. Гор, горы, туман. 100 километров оживут и все по серпантину. Я поставил ехать дальше только 80 километров. И мы благополучно доехали. Доехали. Мы доехали. И как нас встречали, вы все это увидите. А вчера в Потеряевке какие встречи были? В Потеряевке подъезжать прошел дождь. На половине остановились. Идут два трактора, тащат машину один. Поговорили, вам не пройти. Мы остановились, ребята. Второй кардан поставили. И с двумя она не пройдет, потому что там такие колеи, что она пузом сядет на землю. Пришлось выходить на трассу, там километров 15. И 50 километров объезд. 50 километров. Ну и доехали. А куда поехали, там дождя не было. Но мы дома. Главное, баню топить нельзя в воскресенье. А я батюшке говорю, отец, мы истопим баню. Странникам разрешается. Одна женщина тем и прославилась, что приняла странника и истопила. Ну, как ученики растирали колосья ели-то. Ну, батюшка говорит, смотрите. Вчера мы успели помыться. Помыться. И сегодня вот мы день Иоанна Крестителя молились, благодарили Бога. Сейчас в лагерь ко мне все приходят. Я-то буду давать полный отчет. Я-то пока не завтракал. Сказали, а Сергей в онлайне. И мне край был нужен, а сейчас на два края. Ну, это самое сужение. Хотел спросить. Вы остаетесь потерять на все лето? На все лето до октября. Я буду приходить иногда. Подумал, что если не будет скайпа здесь, я, значит, за 16 километров Корщина, где сельсовет, с кем-то договорюсь, чтобы принимали меня. Ну, слава Богу. Вот у Бару Варшей и с Игорем Селеном. Он старост, а она как завод в школе здесь. Это прекрасный дом. Свободно себя чувствуешь. Люди очень хорошие и простые. Поэтому я буду выходить иногда здесь, если она устроится. Ну, там роликов-то много. Если, как говорите, там больше 100 гигабайт, то там роликов больше, чем на месяц хватит. Хватит. Мы вас загрузили. Главное, если в этом главное, может быть, самое. Я был на родине, где духовно было рождение. Я вчера с Виктором немного рассказывал. Наш Виктор? Ну да, я вчера с ним общался. А я не знал про это. Только сейчас узнал. Вы его видите там. Кто будет смотреть, будет плакать. Я там рыдал, плакал. Все снимали. Я вернулся туда. Эй, мой ресурс тоже к концу подходит. У меня отец жил 75, оказывается, лет. Так что я им только дорогой наказывал все время. Куда меня прятать, когда я умру? За границей там найдут. Там шмон делает, с собакой залазит. А тут нет. Я говорю, вперед. На подушку, в целлофан не заворачивать, а прикрой. И батюшка говорит, да ты же знаешь, какой будет запах. Я говорю, от святых запаха нет. Он рассмеялся. Погухание, я говорю, бывает. Но мы дома теперь. Я наказала коломам у меня похоронить. Мы съездили успешно. Сердце преисполнено благодарностью. Сейчас там в лагерь приходят. Пойду. Ну, ладно уж, без завтрака. Всех обнимаю, целую. Ой, хоть живые мощи в руках подержать. Усох-то как на меня. Как усох? Я в бане посмотрю на свое тело. Оно мне нравится. Если мою голову отрубить, отбросить, тело не больше как 30-25 потянет. Там одни жилые, одни жилые в коже. Сергею собаку передал он хозяин. Как мы доехали. Я ее выгулял дорогой. Это надо выводить его, найти траву, бежать к лесу, где рядом есть. 280 раз. Вообрази. 280 раз. 40 раз я его только чесал. Сергей расческу забыл положить, так я свою ему подарил. Вот я носки если надеваю, он один раз прижмурит и смотрит. Потому что носки я надеваю от холода. Но если я сапоги надеваю, он сразу на передние лапы встает и смотрит. Как только я фуражку надел, он свистит носом, вот как милиционер. А потом начинает кричать. А выезжать начинает. Я скажу, я живой, не бросай меня, выведи меня. Вывожу. Вот сколько остановок заправок, столько раз я его выводил. Ураган отличен. Ночью звука не подаст. Бывает ночью его там блоха какая-то укусят, он лапой-то щешет. Но я же сплю и слышу, кто-то колотится. Я шторку отдергиваю. Кто? Никого нет. А это он лапой по стенке-то колотит. Ну были моменты интересные. Самое главное выделенное это наша Турция, где мы были. И теперь я понимаю, почему юг России, придележи ее, отдают Турции. Трудолюбивый, красивый народ. Зачем с ним воевали? Это 1600 километров, не 2 километра. Мы насмотрелись на поля, на все. Останавливались. Собака в Черном море упалась. И там мы молились 12 часов к ряду на таможне. Десятки, наверное, тысяч людей нас видели за свидетельствами о православии. В Турции, где бы сроду не думал. Самая недуховная обстановка получилась, ну, вообще, по государственным масштабам, это Германия. Раздавленная нация. Я поговорил с немцами, говорю, да это так и есть. Из дома боятся вылезти. Я-то раньше, когда не знал Евангелие, считал, что третью мировую начнут немцы. Похоже, без них обойдутся. Но как Бог сделал? Жанна Исправникова во Франции. А здесь Валентина с Артисовым. И уже все остальное не вспоминается. А тут уже людей собрали, она там вызвала священника-француза. Это все в интернете. Все. И как на вакуатор нас грузят, у вас такая будет работа, такие интересные будут. Вы как-то с этого, Евгения-то, подключайте теперь. Не работает он. Не работает? Не, работает. Все, работаем уже. А, работает. Ну, вот такое дело. Значит, для меня главнейшее сейчас дать объявление, искать патриотов, волонтеров, и чтобы люди приступали только то, что я говорю. Другого пока нет. Бесспорно, единственный выход. Пока, конечно. Будем пока так и делать. Только так и делать, а на это вам благословение. Чтобы люди делали, брали расходы на себя. Мы же взяли тысячи и тысячи километров. Это не брать рядом там. С расходами, я думаю, народ-то будет помогать, потому что есть. Ну, все, значит, так-так-так. Объясните в наше объявление. В клинике вот это вот, скажите, закончено, но по России мы не смогли из-за огромных поломок. Мы меняли. Представьте, когда мы пошли в Норвегию, в Осло, и в это время-то он у нас остановился. Я сейчас даже так припоминаю, более трудного момента в моей жизни, кажется, не было. Там расстояние где-то 80 километров между населенными пунктами. И мы посередке сломались. Ни сообщить, ни вызвать, никак. Поэтому машину ни одна не останавливается. Они как на ветре несутся, стоят бородатые с веревкой. А я показываю веревкой, перетащить нас. Там, говорит, не таскают на веревке. Все-таки мы нашли. Господь показал одного человека, как-то столковались. Он вызвал полицию. Полиция договорилась с эвакуатором. Заранее заплатил мне там 350 евро. То есть все. Бог взял в свои руки. Когда мы вопияли и говорили, ничего нету. Мы под землей. Мы заживо погребены. Единственный был выход, как это бросить машину. Где-то остановить. Машину бросить. Совсем погибает собаку на поводок. Без пищи, без всего. На машину и перебираться. Но мы привезли машину. Ничего не потеряли. Все при нас. Ни книги не потеряли. Ничего. Самый лучший выход, то, чтобы вернулись, не стали продолжать путешествие. Да. Мы благодарны. Сейчас я зашел в интернет. Сколько людей там молилось, которые накидали свои сведения. Друг от друга сообщали там через Жанну, через вас. Это Бог. Мы живы вернулись. Никому не сделали запрос о деньгах, как Александр Матрусенко говорил. Булкин сколько раз говорил, свои тут мы карточку завели. Мы нигде не попросили денег. Мы избыточествовали. Несмотря на то, что вот такие были невиданные шальные расходы. И это все из одной шестеренки. А шестеренка-то принадлежит не заводу, а составляющие компоненты. Ульяновский завод сделал. Это был заводской брак-трещина. Но он разлетелся и все. Ну, деньги не просили, а люди собирались все равно. Вот деньги теперь, я думаю, на благовестие пойдут дать. Вот теперь туда их отправляйте, кто поедет. Вот все до копейки, что поступит, туда людей можете... Вот отсюда уже и объявите это. От меня не будет ни копейки, у меня ничего нет. Что было, я непременно узнал нуждающихся. Приехал, уже деньги сдал. Я сразу узнал, кто тут нуждается больше всего. Рассчитался с шофером за то, что он ездил где... В кассе оказалось всего 5 тысяч. Вот и все. Ну, 5 тысяч для шофера, наверное, маловато. Поэтому я бы исполнил из того, что у меня оставалось. И вчера, я, говорится, занулил буквально. Где-то что-то еще есть, но это не относится к благовестию, а другие деньги. На тихо, не переживайте. Я думаю, с Божьей помощью управится все. Вы этот ролик только посмотрите и спросите дополнительно, какие будут вопросы. Когда мы возвращаемся, я объясняю, что нужно делать. Это каждому дать. Потрудитесь для Бога. И дальше вы умрете, скажу раз, в биографии не будет ни одного светлого пятна. Пролюбуйтесь, промилуйтесь с открытым ртом. Ответить будет нечто. Нам есть что вспоминать и говорить. То, что мы сделали, это неповторимо и никогда никому не сделать. Во-первых, должен быть такой груз. Это первое. Где его сделаешь? Это 50 лет я отдал этому. Этого не сделай. Это не сделать, потому что это невозможно. Это наше избрание, наше миссии, наше благословение. Не то, чтобы я взял и сделал, это Бог сделал. Сегодня только люди начинают чуть-чуть проникать в это и говорят, это вы сами все написали откуда. Мне не надо. С первого дня, как я уверовал, мне Бог дал это сразу. Обычно люди меняют взгляды где-то. У меня не было этого. Мне сразу Бог вложил в первый день. Только были углубленные. Я знал, надо благовествовать и в первый же день стал говорить другим матросам. Но я никогда не думал, что сам буду издавать книги и повезу до края вселенной. Вопрос этот для меня открытый был, но он более расширился. Мы прошли от Тихого до Атлантического океана. Вплотную уперлись. Вот представьте, в Лиссабон заезжаем, и как мы встречались, как люди на нас вышли, как привезли. Там престольный праздник. И меня сразу же на проповедь поставили. Первый раз видят, а там Геннадий Пас прошел. Так, все, ушел я. Все, с Богом. С Богом меня ждут. Ты понял, значит, как будешь выходить в скайп? Давай договоримся, в какие дни. В какие мейлы группы пишите, и я буду выходить. Все, отошел, с Богом. Только по этому направлению трудиться. Книги лежат там. Я дам адрес еще, как проехать в сторонку от дороги. С Богом.